Игорь, житель шестого этажа дома, номер 13 по советскому проезду, рассказывает, как все началось. И несмотря на то, что все самое страшное позади, он вспоминает минувшее утро с волнением. Тут же десятки других людей. Многие жители этого дома. Целули их имущество, уверены далеко не все. Пострадала ваша боль? Нет. Вернее, мы не знаем. Ну, наверное, нет. Сирену пожарных машин услышали, поэтому вышли. И здесь народ сказали, что всех поселяют, чтобы прекратить возгорание. Начался пожар на девятом этаже примерно в половине девятого утра. Время, когда многие еще не успели уйти из дома. Свидетели происшествия не только снимали все на мобильные телефоны, но и срочно вызывали спасательные службы и скорую помощь. Первая бригада увезла хозяина квартиры, где и случилось возгорание. Он обгоревший был, и его увезли на скорой помощи. Но на место приехала вторая бригада скорой помощи и дежурила до конца тушения пожара. Пострадавших было двое. Насколько я понимаю, у женщины поднялось давление. Артериальное давление было немножко повыше, чем положено. Наверное, скорее всего, это из-за психоэмоциональной нагрузки. А у мужчины, из-за которого произошел пожар, скорее всего, были какие-то ожоги. Но мы дежурим так, как может быть еще что-то. Кто-то мало ли где-то остался, потому что пожарные оттуда еще не спустились. Пожарные расчеты прибыли на место в течение нескольких минут. Техника была направлена по повышенному номеру вызова, как говорится у спасателей. Это лестница, которая смогла достать до верхних этажей. По прибытию происходило интенсивное горение на девятом этаже квартиры. Плюс уже прихватило десятый этаж, балкон. По прибытию мы сразу стали эвакуировать и производить спасение с вышлежащих этажей, потому что дым поднимается наверх. 44 эвакуированных и 11 спасенных, и спасенных 5 человек детей. Большую помощь в эвакуации оказали строители, которые в эти дни проводят отделку фасада здания. Бригада как раз начинала свой рабочий день, когда прораб Владлен Бадамшин заметил пожар. Вызвал сразу МЧС. Соответственно, пока их дожидались, ребята сориентировались. Люди хотели реально выпрыгивать уже с окон. Была возможность спускать людей на люльках. Спасение жителей девятого и десятого этажей происходило с помощью вот этой вот люльки. Строители спасли более 40 человек. Говорят, хорошо, что не отключили электричество. Анна Митюкова приехала из Магадана в гости к племяннице и стала участницей происшествия на советском проезде. Ее и других обитателей квартиры на десятом этаже спасли строители. За что Анна Кузьминична им очень благодарна. А еще гостя нашего города дала всем дельный совет. Не захламляйте, пожалуйста, пожарные лестницы, балконы. Не забывайте о жизни, о своих и о других. Их обязательно поощрим. Ну и, конечно, мы рады, что у нас в команде областной работают такие отважные люди. Благодаря каждому в отдельности и в целом всем службам в этом случае обошлось без жертв. Но это еще один пример, который должен напомнить каждому. Правила пожарной безопасности – одни из важнейших в нашей обыденной жизни. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.